доброе уже дорогие коллеги приветствую вас на интерстриме трейдеров утрейд тв меня зовут игорь суздальцев и мы начинаем программу торговый план на интерстриме трейдеров утрейд тв сегодня у нас уже 9 августа 2018 года четверг значит активный торговый день и давайте начнём на как обычно с технического анализа меня зовут как обычно друзья игорь суздальцев это у нас весла как-то перекосилась август только этим могу объяснить посмотреть а вижу понятно август время катастроф это всегда так биткоин друзья ну как я говорю август время катастроф вот оно и случилось биток вчера провалился как вы помните в течение дня падал достаточно глубоко удержали его на закрытие вчерашнего дня на шесть тысяч двести семьдесят девять но не знаю мне кажется по той на по тому настроение которое сейчас есть пять тысяч восемьсот пятьдесят шесть вполне себе ближайшая цель сейчас некоторые отбой может быть можно даже постоять в плюс поскольку некоторый такой рост есть но такое впечатление что он быстро закончится новым падением во всяком случае каких-то новостей на рост биткоина пока нет а с другой стороны нет и плохих новостей кто его знает может быть вот этот часовой шпиль и станет началом роста уже есть о чем подумать но честно говоря пока вот эта свеча не выкуплена наверно вряд ли все таки это получится в случае постоять немного в рост поставить без убыток на мой взгляд сегодня можно все-таки плохих новостей нет и он поэтому потихонечку крапкается наверх точно точно так же эфириум тарапкается после сильного падения точно так же лайткоин в легком плюсе эфириум classic абсолютная картина коллеги одинаковая все провалилась вчера и сегодня слегка корректируется манера точно так же в легком плюсе bitcoin кэш легком плюсе рипа в легком плюсе не знаю друзья мне страшно покупать я сам покупать не буду хотя принципе еще раз говорю можно да я бы искал лучше . пусть это будет даже к вечеру но больше искал бы точку на продажу она явно будет американский сорт нефти друзья провалился вчера а ну-ка давайте посмотрим а как вчера было по запасам нефти я не посмотрел вчера 17 запаса нефти минус 1,35 миллиона 1 и 3 миллиона баррелей да ну скажем так даже лучше чем ожидалось ожидали минус 2 а но понятно когда в принципе понятно почему минус 1 рынок не впечатлил это понятно давайте посмотрим что произошло в 17 30 вот 13 00 вот 17 30 да чуть-чуть развели наверх а потом кинули вниз ну да в общем то небольшие прямо скажем были опасы то это отметка которую мы отмечали с вами от 13 июля она удержалась вот это мне кажется и удержала 66 63 удержала и сейчас мы на ней стоим поскольку эффект действия от данных которые не понравились длится обычно сутки я думаю сегодня вполне могут пробить ниже хотя после такого глубокого прохода может быть и коррекция давайте посмотрим какой это глубокий проход закрылись вчера на 2 доллара 27 центов ниже ну понятно да начали с уровня 68 закончили на уровне 66 копейками на а нет начали не на уровне 68 начали на уровне вот этом ну уже 68 до 58 мы здесь не вышли я знаю здесь поддержка коллеги тоже может быть коррекция некоторая сегодня день коррекции такое впечатление индекс доллара вчера сильно погулял конечно вверх-вниз если такая разводочка было но сейчас хочет наверх такое впечатление что куда-то он ударился в какую-то свою одному ему ведомую отметку уровень сопределения давайте уже удалим он уже больше мешает идет опять верхней границы коридора опять выше 95 мне кажется пойдет на штурм мне кажется индекс доллара хочет сегодня пойти на штурм отомстить за вчерашнее снижение закрыли все-таки в минус его хочет пойти на штурм и взять свое игорь екатеринбург пишет игоря рубль почти 67 да 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 я знаю я с утра видео это одна из причин того что рубль так сейчас подсаживается что доллар стартанул и естественно он стартанул по всем понятно что это бьет и по еврику который сегодня вниз и фунтик сегодня вниз причем смотрите если еврик вверх-вниз вверх-вниз что-то скачет до картинка тут картинка раз два три 4 5 6 7 8 по 8 торговых сессий все негативные отрицательные разница только в степени отрицания так скажем продажа фунта выглядит как наибольшее так наибольший интерес сегодня мне кажется даже больше чем покупка индекса доллара сша естественно доллар японская иена на открытие пока хотя он прогулялся вниз но отбился доллар тянет даже по иене в свою сторону доллар франк наверх доллар канадец наверх астралиец снижается новозеландец оба на а давайте еще раз астралиец немного снижается а новозеландец сильно снижается 0 66 55 текущая касса от продажа продажа фунта и новозеландца две центральные темы сегодня золото снижается серебро снижается на все возвращаемся к индексу доллара насколько это серьезно мне кажется серьезно и нефтюшка мне кажется сегодня подвалится а монета кстати все три раза 0 у нее пока на этой неделе у монеты 0 процентов попадания вчера она была не права показала бая был сел оба на вот так вот вам вот так вот вам ну и биток тоже видите тоже чуть-чуть приподнялся неубедительно такое впечатление что доллар опрокинет всех в течение дня глобальные новости коллеги ну конечно глобальные новости обсуждения санкции сша против россии причем обращаю ваше внимание вчера госдепартамент выступил на эту тему по сути анонсировал их еще раз как бы аргументировал ну и логика сводится к тому что это будут санкции за отравление скрипалей в соусбери центральная идея а вторая идея что с 22 августа первый пакет уже вступит в силу по 22 августа это уже вообще-то так две недельки среда следующий через одну среду плохо дело естественно запаниковали многие наши чуть попозже мы об этом поговорим более того трамп приготовился единолично вводить санкции за вмешательство выборы он хочет получить право без согласования с конгрессом вводить санкции против стран которые вмешиваются выборы сша а вашингтон пост объясняет это желанием спастись от критики позиции белого дома по российскому вмешательству когда человек пытается доказать что он не враг не шпион как бы работает на свою страну вот это самый опасный человек каком плане опасны особенно руководящей должности он будет шашкой махать лишь бы доказать что он свой вот это конечно сейчас санкции больше чем при обаме я кстати вижу акции аэрофлота упали более чем на восемь процентов на открытие биржи да потому что одна из идей заключается вести санкции против аэрофлота там и втб и сбербанк аэрофлот много чего звучит вот регулятор друзья начал проверку после твита маска выводить тесла с биржи считает что как бы маск низа не нарушил закон о защите прав инвесторов вот зря он вчерашний твит бабок заработал проблем себе поймел больше чем баб друзья интересное событие развития на фондовом рынке в сша джеффри катсенберг известный предприниматель создал стартап назвал новое тв new tv и собирает бабки собрал уже один миллиард долларов как вы думаете на что он создает телевидение специально для вещания на мобильных телефонах я кроме изумления это ничего не вызывает во первых люди см на мобильных телефонах давно вещают во вторых мы даже уже четыре года можем не только принимать вещами на мобильный телефон смотреть телевидение мы можем и сами вещать на айтрейд тв с мобильного телефона то есть это для меня новинка десятилетней давности но видимо он решил к вопрос по какому-то патенту и теперь видимо а я не знаю потому что вот сейчас я смотрю я просто в изумлении на такое фуфлу он собрал миллиард долларов как это может быть это давно есть видимо он взял какой-то патент получил и видимо он хочет это развивать а остальных как бы оградить не допустить вещать на мобильные телефоны это возможно сделать то есть вот только такое я объяснение нахожу потому что взумайтесь миллиард долларов на телевидение специально для смартфонов как ты собираешься остальных то выйдет джеффри внимательно будем следить за этой по за этим стартапом newtv далее друзья интересная новость из конгресса сша республиканец от нью-йорка рис коллингс его заподозрили уже даже предъявили инсайдерскую торговлю мол типа ты много знал и там по некоторым инструментом приторговал вот ну во первых нью-йорке все торгуют это торговый город даже и как выясняется и члены конгресса до конгрессмены но и он конечно выступил сказал что это вообще необоснованное но и будет теперь судиться на просто сама тела на инсайдерская торговля со стороны конгрессмена она мы же понимаете что члены законодательного органа много знают гораздо больше чем мы с вами рядовые граждане далее коллеги на российские новости ну конечно главные российские новости это паника все бои все и все думают насколько упадет сбербанк в этой бои аэрофлот ну вот на 8 процентов попадали все спорят насколько упадет рубль вот я вижу новость что курс доллара с утра сразу превысил 66 рублей а вот игорь екатеринбург говорит что уже почти 67 рублей за 1 доллар сша понятно что еврик уже там надо 77 78 поскольку пропорционально все валится вот насколько это обосновано ну что тут думать до 22 число раньше не было даты введения санкций новых а теперь есть 22 число и если они реально ведут санкции против госдолга против правооборота доллара на территории сша против банков против аэрофлота и так далее так далее ну да у нас система может подвалиться поэтому вот это движение низовоснованное но тем не менее я считаю сегодня до какого-то уровня попадают мы до 22 наверно остановится это такая новость одного дня все-таки а вот 22 когда начнется факт если он начнется пока он только анонсирован вот тогда уже будем думать больше стоят ли дальше вниз не знаю мне кажется паника вспыхнула и все мне кажется и ничего такого особо быть не должно оборот может быть откат некоторый произойдет далее коллеги единственная новость для меня очень тревожная только что вышла новость звучит она так нет она случилась несколько дней назад просто мы про нет узнали сегодня из тех источников которые у меня есть вы может быть раньше это знали вот но вот из того что я прочитал я вижу что зампредправления сбербанка анатолий попов уменьшил долю финн учреждений до нуля следует из материалов кредитной организации но материалами несколько дней назад были поэтому кто торгует сбербанка мог знать это два и три дня назад вот а я только узнал и конечно зампред анатолий попов сбрасывает акции предприятия в котором работает это вот это самое тревожное для меня то есть человек своими бабками рисковать в текущей ситуации не хочет и для сбербанка вот это вот так сказать поверьте мне не очень хорошо далее друзья санкции сша помешает русалу заключить новые контракты на 2019 год рассказывает источники рбк если из компании не снимут санкции уже в сентябре-октябре она будет вынуждена останавливать производства да друзья слушать у нас заходит круче чем 2008 год точно может и круче девяносто восьмого года как бы не выкатилась далее друзья ну и следующая новость конечно она такая грустная посчитали наши расходы на коммуналку на коммунальные услуги жкх и оказалось что средний чек за коммуналку обогнал инфляцию в пять раз серьезные новости все друзья давайте двигаться дальше какие у нас события и у нас события на рынке нефти 2 стороны у монеты мы бросаем и спрашиваем опа и смотрим тел видит монета сегодня слушайте но неужели на этой неделе мне даже интересно будет неделя где монета все все дни была не права и дня на три дня первые этой недели была не права мне интересно такого еще не было минимум был два раза 40 процентов ниже 40 процентов я не помню случая чтобы спускалась доходность вот если если снизится если покажет мне 0 до 0 показателей за неделю это будет антирекорд своеобразный так что внимательно следим сел монета показала на сегодня далее друзья макроэкономические показатели сегодня у нас в сингапуре выходной национальный день новой зеландии дали решение по процентной ставке 1 75 было 1 75 осталось а вот поэтому наверно и подвалились рынок плохо принял эту новость это новостное движение друзья по продаже новозеландца я обращал ваше внимание сегодня у нас ежемесячный отчет ецб через двадцать шесть минут ну как-то рынок дергается иногда на этих новостях общее число лиц получающих пособие по безработице в сша 15 30 число первичных заявок естественно а пожалуй все в общем ничего особенно сегодня в новостях нет достаточно спокойный день друзья подводим итоги из того что я сейчас вижу на рынке на мой взгляд индекс доллара вознамерился сегодня серьезно сделать камбэк он возвращается уже 95 12 лезет наверх и на мой взгляд сегодня он может настоять на своем и даже бы пробивать какие-то уровни наверху горизонтальные нисходящие треугольники признаем их или нет мне кажется индекс доллара лезет наверх поэтому исходя из этого и торгуем покупаем доллар относительно тех инструментов которые вы считаете покажут себя слабее всего спасибо всем друзьям за участие в утреннем эфире всем удачи